Тузпро. Последняя серия, которую они провели, это встреча с командой Evil Geniuses. Они закрыли ее с расчетом 2-1, и на второй карте Медведи смогли очень классный камбэк совершить. И в целом в рамках этой серии состоялась одна из лучших карт на этом турнире, наравне с противостоянием Вичи и Сикрет. Там тоже было очень интересно. Имея слабость в пике, в виде ландроида, они сумели эту игру чуть ли не 4 на 5 вытащить. И после этого они в третьей игре, имея легкий перевес в пике, они просто раздавили ЕГЭ без шансов. Я считаю, что после той карты ВП показали, что в плане личного исполнения они на уровень выше многих команд, и я бы сказал, что ВП пока здесь смотрится хаворитом. Митяй, как считаешь, Медведи могут сохранить плюс мораль, которая у них осталась после той игры? Или в целом... У меня просто впечатление такое о ребятах, что они не очень эмоциональны, когда играют. И такая победа для них, ну, она не является чем-то из ряда вон выходящим и, возможно, не принесет им особых эмоций, которые в целом им могли бы помочь. Ты, грустая, смотрел с киевского мажора? Да, был делал. Достаточно эмоциональные ребята, на самом деле. Есть там пара замечательных фраз, я до сих пор им пользуюсь. Да, да, все пользуются. Все пользуются, особенно отлива там, просто вышка была. И я боюсь, что, насколько бы они не были морально заряжены сейчас, проблема в том, что единственный выход из той ситуации, которую они себя сами поставили, тем, что проиграли первую карту, фуорвардом проиграли с ЕГЭ первую карту, у них каждая серия на этом турнире начиналось поражение. Для того, чтобы выиграть, они откатываются к тому, что у них было аж дарт-стайла. То есть опять Дарксир, опять Дизраптор. И когда ты можешь быть уверен, что ты выиграешь только с тем драфтом, который был пару лет назад, то это то, к чему еще год назад все были готовы. И сейчас любой коллектив, который тоже поймет, что они к этому сейчас подойдут, они будут это драфтить, не будут смотреть на текущую мету, их просто переиграет. Слушай, ну с другой стороны, это момент, на котором ВП играют с точки зрения неожиданностей, потому что они шли на этом турнире и с нами говорили о том, что мы экспериментируем, мы пришли сюда пробовать, и мы видели с вами новых персонажей. Но вот на тех картах, которые они выиграют, они пикают эти драфты, и они здорово ими играют, как бы, проблемы я, если честно, особо и не вижу. Могут сейчас Virtus.pro просто взять и сыграть тем, чем они играли хорошо несколько месяцев, или может быть даже год с лишним тому назад, Саш, как ты считаешь? Могут. Конечно, могут, но это не очень хороший знак. Почему? Ну, потому что они сами говорят, что, ребята, мы тестим страта, переехали на турнир. Мы тестим страта, пикаем DarkServe и Diserraptor. Да, да, да. Мы тестим страта. Это значит, что... Играли этим два года назад. Нет, они начали с лундеруиды, там, у них всякие разные драфты на этом турнире были, они много действительно пробовали, это заметно. Другое дело, что вот они в какой-то момент времени понимают, что все, что они пробуют, все, они работают. Абсолютно каждый. То есть приезжает, допустим, у нас Пупей, показывает тебе, вот там, допустим, котлау, да, я очень-очень загоним. Работает, круто, все получается. Приезжают к нам, допустим, от ЕГЭ, показывают там Underlord'а, с опеременным успехом, не совсем работает, но тоже что-то концептуальное свое. Вчера при ЛГД нам показали аппарата. Тоже все там. Они понимают, куда его вставить, что с ними делать. Бруда с саурами от тех же этих... Отвечий, да. ВИЧ и Геймин. Вот. АВП приехали, они опять идут с отставанием на полгода от Меты. То есть привезли лондруида, которым все играли, вот еще... Они что-то показывают, то, что не работает, и это выглядит весьма забавно. Драфты первой карты, друзья, уже на ваших экранах. Напоминаю, что серия будет проходить в формате Best of 3. Команда, которая потерпит поражение в рамках данной серии, занимает пятое-шеестое место на этом прекрасном турнире. Если мне не изменяет память, зарабатывает 60 тысяч долларов. Но речь сейчас вообще не о призовых. Давайте лучше обсудим персонажей. В баны пока что... Первая карта по статистике, вы ее проиграли точно. Ну, первый бан, точнее второй бан в ЛГД считаю провалом. То есть ВП играли с лондруидом. ВП брали его на ВП. ВП ужасно играли с ним. Они потом сами поняли, что брать его вообще не имеет смысла. И в третьей карте они его не пикали, не банили. И тут с чего-то ЛГД решили, что лондруиду нужно забанить. Это уже провал. А бан Магнус, а не провал, как считают? Бан Магнус — это один из топовых героев для ЛГД, у которых огромнейший винрейт с этим персонажем. И сейчас есть второй хороший персонаж — Пангальер. А вот он. На самом деле, с Пангальером у них играет в основном F.Y. Чилис сильно замечен не был. В отличие от Магнуса, где у тебя и Чилис, и... Господи. И винрейт ЛГД очень высокий. Мы вчера видели, что если ЛГД отдаешь Магнусу, там печаль беда. Просто без шансов. То есть из двух зол ВП просто выбрали меньше. Ну, тут слишком много зол. Тут и Найкс, и Магнус, и Лайфстиллер, соответственно, не получится забанить всех героев. И Джигернал, там можно продолжать. Да, учитывая, что у ЛГД First Pick, то есть ты волей-неволей, ты кого-то отдашь. Соответственно, если ты отдашь... Ну, если ты забанишь Пангальера, ну, появится Найкс. Мы будем таким с умным лицом все эти рассказывать. Ах, как нехорошо, они не забанили Найкса. А если они, допустим, банят Найкса, они отдают Пангальера, и мы опять же можем... Ну, то есть мы в любом случае в игрушечной ситуации. Мы можем с умным лицом рассуждать, зачем они отдали этого героя, но просто невозможно все забанить. А Энигма забавным образом стала своего рода завсегда тайм до Виртус Про. Очень часто этот персонаж фигурирует, если не в пиках, то оппоненты, как правило, против Медведя, и этого персонажа стараются убирать. Но здесь он заявляет на фустпик. То есть может быть... Ну, вообще, с Думом неплохо. Дум может спокойно закрывать кастера, который будет сбивать Блоккол Энигме, но жадновато. Вот если смотреть на этих двух героев, уже ощущение, что ладит за Виртусов. То есть Дум вырубает одного кора, Энигма прыгает на второго кора, и уже как бы два персонажа способны сделать минус два. PvP это ауры. Двумя кнопками. Да, плюс они собирают такое мощное количество ауров. Там Пайпы, Кримсоны, Доминатор, вот это все заходит. Кривсы, Дум Крепа ест. Просто каток такой едет. Да, соответственно, первые два героя выглядят сочно. Это в разы лучше, чем когда ты видишь Энигму Баунти Хантера. Ну да, это реально комба. Это вот Энигма Баунти Хантер, ты, как говорится, а это вот сын маминой подруги, или как там было в оригинале. Энигма Баунти Хантер, это пик твоя команда, это пик уражеский. Ну да, это плюс 25 для противников. Для Нуна Пак кого-нибудь могут добрать против Пангольера. Здесь он хорошо заходит. Ну у них вроде как постоянно стараются все-таки Паш на нем играть, а для Паши вроде как Дум. Поэтому я не уверен, что они хотят. Здесь уже вырисовываются два хороших кора. Есть еще один вариант, это Гримстроу, который тоже не так плохо против Пангольера. А тут у тебя еще и Дум, и как бы Гримстроу к Думу, и ты понимаешь, что ты выключаешь двух героев сразу. Это вообще сочно. Бан Дизраптора. Мы вчера в целом задали риторический такой вопрос достаточно, почему вообще этот персонаж. Почему мы проспикали? Почему его вообще берут, да. Ну знаешь, на фоне Баунти Хантера он был не так плохо. Ну, все на фоне Баунти Хантера смотрелось чуть лучше. То есть я вот реально, у нас, по-моему, одна игра, с которой Баунти... Не одну выиграл, он больше не выиграл. Нет, из того, что мы видели. То есть я вот только одну игру, где Баунти Хантер выиграл, по-моему. Где там Зай разносил бегу против Инфомоса. Да, где реально вот игра была против Инфомос, и там бы любой герой разнес, соответственно. Почему? Просто это выглядело эпично, я не знаю, не должно было это повлечь за собой такой эффект, что этого персонажа начали вдруг котировать другие команды. Я не знаю, он очень специфический, то есть с ним надо играть своеобразно достаточно, чтобы он приносил какую-то пользу. Ну точно не как из фор. Вот точно. Ну да, и плюс, ну ты вчера много... У тебя тройка всю игру за курицей бегает, команда 4 на 5 играет, там пол игры за курьером уходит свое. Это можно делать и на четверке, и на пятерке. Поэтому... Пан Пака, которого мы могли... Очевидно, да. Они на самом деле совсем, похоже, не готовились к ВП. Ну да, то есть они... Либо они слишком хорошо их знают, чего мы не знаем. Либо они совсем не готовились. На своей волне, что вот они любят банить. Пак тоже на Паке может сыграть. Может, он играл. Но Пак здесь не нужен. То есть фишка в том, что нужно просто два хороших кора с физическим уроном, как бы уже есть Дум, Энигма, и не очень хочется брать Пака. Подауры, подауры. Да, не очень хочется брать Пака, и потом у тебя остается пик под одного Кора. В одного Кора играть нежелательно, особенно против Бэйна, который и слип ему уже дать, потом и финсгрип накинуть. Это неприятно. На месте... Я бы сейчас Вингушку не забанил или что-то такое. То есть нам вчера уже показывали, как против Бэйна играть, когда у тебя есть куча вариантов. И Бэтрайдер, и Бэйн, и Винга. То есть три героя, которые сбивали. Рубен еще. Ну, как вариант. Я про то, что надо что-то сейчас такое забанить, что может тебе сильно повредить, помешать именно кастовый Бэйн Холл. Да, Винга действительно вчера много погоды делал в матче Вич и ЛГД. Это была вторая карта, если я не ошибаюсь. И как раз ФОАй, даже при всем том, что он достаточно правильно подходил к тому, чтобы ставить Бэйн Холл, он пару раз был вынужден его прекратить как раз из-за Винги. Как Нунчик задумался? Нунчик, мне кажется, просто... Получил на паке сыграть. По-любому. У него лицо, как у меня сегодня. Да, но Уан на самом деле... Я обратил внимание на Уан с таким лицом с самого начала драфта сидит. Познал Дзен только что. Ты сидишь, и тут неожиданно все становится на свои места. Ты понимаешь, почему, кто, зачем. А ты понимаешь, Митяй? Да. Уже лет 27, Е28. Хорош. Поэтому ты здесь. Что надо пикать в рту? Гримстрок. Гримстрок очень хорошо смотрится. У тебя опять же Сэнс против Бэйна сразу есть, у тебя есть перевязка против Пангалера, у тебя связка с Думмой, связка с Энигмой. Аналитика. Ну, слева сочно. И герой интересный. Сочно. То есть слева это такая комба вырисовывается. Поднимаем винрейт Гримстроку просто. Не, он действительно, да, здорово здесь смотрится. Есть ли какие-то проблемы в пике Виртуз Прона от данной атаке? Никаких пока. Вообще никаких. А жадность? Есть, я видел одну игру, где Диуай играл на Рикки Мару против примерно такого же драфта. И вот он там разнес всех абсолютно с футбафом Магнуса. Здесь нет ни Рикки, ни Магнуса, поэтому все хорошо. Ну, как бы жадность у них была, но пиком Бэйна и Пангалера LGD говорят, что мы наказывать эту жадность не можем, как бы вышки ломать нечем, соответственно, ВП спокойно выходит в лейт. Ну, сейчас знаешь, появится вайфер, появится какой-нибудь лешрак, появится какой-нибудь еще один быстрый герой в кэре. Если это появится, то LGD резко пик станет посимпатичнее. Линии не самые сильные, плюс фактор первой карты, сработает сейчас фактор фида, и все. Не важно, какая у тебя комбинация, если ты все линии проиграл? Ну, кстати, это хорошо, потому что мы все видели, как Liquid отъехали, как потом случались всякие разности. Это были наши великолепные комментаторы. Спасибо режиссерам трансляции, что ловят такие моменты. Я думаю, в представлении они уже теперь не нуждаются. Просто передадим им слово, пусть славят небольшой крим. Уже хоть в думу хорошо, но унигмы постоянно его будут объедать, линия будет под вышкой. Это вопрос к Бэйну. Бэйну нужно будет зайти в лес к унигме. Он там, естественно, будет развлекаться, но у унигмы все-таки есть небольшое преимущество. У Бэйна униенет. Да, но даже в этом случае Урса очень хороша. Урса это первый звонок, что она выиграет линию. Выиграть линию против тролля Гримстрока будет весьма сложно. Тролль, прочный герой, Гримстрок, неплохой стрелок. Они стоят и динают. Динают все, что есть. Бэтрайдеры. Нет, нужен хороший оффлейнер для ЛГД. Прям уверенный. Тролль-то идеальный от Витурси. А слишком много оффлейнеров забанено. Хороших. Надо темп. Темп, темп, и вот он. Второй герой на пуш. Да. Уже неплохо, слушай. Вот еще третий герой, который и выиграет линию, и запушит, и реально ЛГД раскрывается в этом пике. Урса скорее на драку, чем на пуш, на сноу-вол. Я сказал, выиграть линию и запушит. В данном случае Урса выиграет линию, а пугнут пуш. У них реально сейчас все хорошо под это дело. И они могут наказать за жадости на линии, наказать за тролля, которому тоже слоты нужны. Так, нужно придумать идеального героя, закрывающего ВП. Сейчас появится кто-нибудь. И вот похоже, что для Х-Новы не хватает героя, если ФВ будет на Бэйне, либо для ФВ. Я бы, наверное, Бэйн оставил Х-Нове, не парился бы. И какую-то плотную четверку. Зимеря в бане. Зимеря не в бане. Я за Зимерю был. Я бы из Пангалера сделал четверку. И на центр подправил Драгон Найта, который еще сильнее усиливает пуш-потенциал ЛГД. Да, было бы здорово, на самом деле. И вот при таком лайнапе, просто идет Драгон Найт в форме, сзади стоит Урса, ждет момента. И Пугна тоже ждет момента. Ставится палочка, Драгон Найт бьет вышки, и все идеально. И драться будет в Виртуз Про в такой ситуации не очень комфортно, потому что едва ли они смогут за время ключевых скиллов размотать плотного героя. Да, но есть еще один плотный герой, я вообще про него забыл. То есть Вайпер, он каким-то образом оказывается шестым в бане. Что-то изменилось, видимо, пока я здесь не влок. И его не берут. Кого Медведям надо взять на центр против, если предположить, что Пугна туда пойдет? Лекс Медведя подсказывает. В которой в бане? Тут тот самый. Я тебе же говорил еще тогда, не слушай комментаторов. Это ничего не поменялось. Митя и два моря пока. Кто два дня отдыхал, пришел и снова все руинит. Есть Shadow Fiend, есть Morphling. Вот, честно, меньше всего Shadow Fiend для ВП хочу видеть. Ну, ВП будут брать Counter-Pick, соответственно, LGT что будут брать? Ну, я не знаю, я все еще за Dragonite. Я вот думаю, кто еще спасает их пик. А чего спасать-то? Все же и так неплохо. Нет, в лейте они страдают. То есть, реально, в лейте шансов в LGT очень мало. Может быть, тот самый, который не проигрывает? Бунька может какой-нибудь. Что? Баунтихантер не проигрывающий. Давайте без грязи. Если LGT возьмет Баунтихантера, доту можно закрывать. Мне кажется, ВП в четвером смогут об... С этими четырьмя героями уже смогут обырать LGT. В первом тяжело придумать хорошего героя, который все... Прям... Мне кроме ДК ничего в голову не лезет. Ну, помогите. Мне даже не очень хочется видеть ДК. Меня устраивает Пугневич в центре. Я больше Noflame смотрю. А что у вас... Что улыбается? В том-то и дело, что я смотрю, и мне какой-то радость Тайтхантер улыбается из всего этого дела. Для еще большей файт, для драки и так далее. Мне улыбался Бразор, но он в бане. А, ДП не в бане. Мне против Дума и Нигмы не нравится Тайт. Потому что Нигма дает букву, тоже против Дума и Нигмы. Он не улыбается, но у нас уже было пара игр, где был Дум, и вот если ты успел кинуть Heavenly Grace, как он правильно называется, то он спадает с тебя за пару секунд буквально. И как бы можно попробовать поиграть. Тут они задумались. Ну, у них... Ну, еще есть вариант, учитывая, что это Чилис или Контроп. Да, они с ним любят пушить. Вот Контроп он, наверное... Контроп! О, это не Контроп! Вот это вообще грязно. Это получается урустение сложное. План Ураган. Мы идем пушить, но мы в лейт. Это Урсов сложный. Мы идем пушить, но мы в лейт. Парам-парам-пам. Слушай, вот с Энигмой со Спектрой многое меняется. Теперь они заставляют ВП идти пушить, потому что если игра дотягивается в лейт, то Спектра очень хороша и против Думы, и против Энигмы. Да и даже против Тролля. Тролль нажимает на тиммейт, она просто улетает на другого персонажа, и Спектра... Это такая супер-жадность, но... Знаешь, так, набираешь четыре героев на пуш, потом берешь Спектрой и тебе просто этот высвечивает запись биполярочка. Но выглядит хорошо при этом. Выглядит круто. Да, Спектра. Может, это неплохо, но тут Морф. Честно, ну вот, кроме него никто в голову и не приходил. Я думал про Морфа, но он против Пугна не очень смотрится. Да, на линии, кстати, было у нас уже. На линии, наоборот. Не, ну по игре там очень больно. Тяжело, да, бывает правильно все нажать, но все не менее. Короче, я на ВВП. Слушайте, драфты действительно интересные получились у нас на первой карте. Я не знаю. Спектра — это попытка спасти пик, но жадно. А ВВП все так сбалансировано, так красивенько, четенько. Я за ВВП. Митя, ты тоже за ВВП сказал? Саша. Первая карта. ВВП всегда поигрывает. Я на LGD. На LGD. Мнения наших аналитиков разделились. Давайте посмотрим, друзья, как вы проголосовали в нашем чате Твича. И перед каждой картой вы имеете возможность это сделать. 79% наших зрителей поддерживают представителей СНГ региона, 21% поставили на команду LGD. И не забудьте поднять чит за безлимит. Друзья, болейте за своим самым быстрым мобильным мод Мегафон. Вы уже знаете, кто будет комментировать первую Best of 3 встречу, но все-таки представим их, коли есть такая возможность. Это Lex и Force. Привет. Здарова. Мы тут потанцевали немножко. Красавцы. Как слышали вас на аналитике. Да, действительно, немного странно, что такой маленький процент людей в чате Твича голосуют за LGD. Все-таки команда довольно сильная. И драфт у них тоже, на мой взгляд, весьма достойный для этой игры. Тебе не нравится ВВП больше в плане драфта? Нет, у ВВП тоже очень приятные, скажем так, персонажи. Они вроде бы и в лейте хороши, но вот эта спектра меня немножко, честно говоря, смутила. Первые два пика сделали, даже не первые два, первые три пика сделали Virtus.pro, и я почти был уверен, что они здесь передрафтят, но вот как-то к концу тренер LGD смог подобрать, мне кажется, правильных персонажей для того, чтобы, ну вообще, хоть как-то выстроить игру. То есть закрывающий пик стал надеждой своеобразной и справились в свой пик LGD. Ну, в общем, почему так, почему люди верят в Virtus.pro? Неудивительно. Virtus.pro, уже оказалась ситуацией, где все, конец, смогли обыграть команду ЕГЭ и дальше могут пойти обыграть сейчас LGD. Я думаю, что противник не самый тяжелый для них, хотя и принципиальный. Мы вспоминаем, сколько уже игр ребята сыграли именно с LGD по СЖ. Каждая игра была тяжелая, надеюсь, здесь будет также интересная игра, независимо от результата, потому что VP либо LGD дальше будет тяжело. Да я почти уверен, что эта игра будет нереально интересной, не менее интересной, чем то, что мы смотрели в прошлый раз, когда играли в Virtus.pro и Evil Genius. Многие говорили, что это была чуть ли не лучшая карта сезона. Наверное, так неправильно говорить. Ну это перебор. Потому что на каждом турнире появляется лучшая карта сезона, но определенно это была лучшая карта этого турнира. Этого турнира, да. Возможно, да даже невозможно, будем надеяться, что команда нам подарит еще одну такую. Хотя бы в этом матче. Так, ну вот он тролль. Интересная такая, получается, это табла коров, тролль плюс морфринг. Достаточно лейтовая. Как тебе тролль вообще в современной мете? Мы немножко за кулисей говорили о том герое. По-моему, это герой прям вот ферст пика ферст бана. На миноре его убирали на первой стадии наряду с лайфстиллером, наряду с урсой. Вот, ну... Он просто слишком универсален. То есть он хорош и на линии, он и в мидгейме тоже очень хорош, и в лейте очень опасен. Поэтому тролля недооценивать ни в коем случае нельзя. Ну, и я почти уверен, что его немножечко должны будут понервить. Меня просто немного смущает наличие контрпиков простых, да? Мы видели в интерверну, мы видим пугну, которую может просто тролля из драки включать на долгое время. Вот это проблема. И потенциально тут и алибарда может какая-то у того же урса появиться, если там игра затянется. Вот это немножко в тролле пугает, что если ты получаешь любой дизарм, ты становишься практически бесполезным. Это правда. Это правда, но на самом деле у тролля есть огромное преимущество над подобными дизейблами. Он просто очень быстрый. Вот он очень быстрый. Ты можешь ему успеть кинуть дизарм, но он как-то там поживет, побегает, все равно тебя догонит, все равно тебе топорами по башке настучит. Крайне неприятный персонаж. Соло на гримстролке. Герои, которые появляются сейчас редко. Иногда даже берут этого гримстролка без каких-то явных комбинаций, но здесь, я думаю, потенциально пангольер, но стать и пугна хорошим началом для ультимейта и думу впоследствии. Ты выключаешь мощных героев, которые кастуют. Но тут зависит от соло. Соло умеет играть. Мы вспоминаем игру на дизараптере его, где он в общем своей команде помог выиграть. Да, не получилось у Virtus.pro забрать хотя бы две руны. У них Enigma, Doom на топе там. Ну, такая, откровенно говоря, тяжеловатая линия для того, чтобы хоть что-то забирать. Doom хочет Девауру вкачать на первом уровне, а Enigma и Далонов. Соответственно, и один, и другой спелл, они, ну, просто бесполезны на первых уровнях. Поэтому ничего удивительного нет в том, что LGD забрали больше рун у нас. Видим мы то, что у Паши уже есть кольцо маленькое на хп-реген. В миде противостояние XM и No1, но он, кажется, это же хайлайт был, где он был, по-моему, на пугне, да, там выкладывал как-то, там прятался, мансился, выкладывал и в конце концов убил. Кажется, против Midvan это был хайлайт. Ну, тут он стоит против пугны. На морфлинге герой действительно хороший на линии. И, честно говоря, я не соглашусь с нашими аналитиками. По игре, на мой взгляд, морфлинг тоже против пугны очень хорош, потому что ты превращаешься в пугну, ставишь Назервард. Это уже большая проблема и для пугны, и для бэйна, и для других там кастеров, которые есть. Плюс ко всему прочему, ты можешь кинуть декрип. Декрип на Урсу. Декрип — цель, в которую ты кидаешь Adaptive Strike, плюс вейп форм и дать очень много урона. Ну, и, конечно же, бласт в этот декрип также можно дать. Довольно легко пушить вышки, и для того, чтобы Панголье расконтрить, и для того, чтобы получилась связка с Doom'ом. Как-то он все смог просчитать. Ну, видимо, Virtus.pro готовились. С другой стороны, ЛЖД сами отдали Энигму. Мы вспоминаем групповую стадию, где Virtus.pro спамили этого героя. Мы помним, там и удачная игра, торжер, и неудачная, но, тем не менее, этот герой был. В ВП говорили, что это наш план. Мы этот план подукрали у команды Gambit. Вот этот ферст пик Энигмы, игра через четверку. А мне кажется, Gambit в свою очередь эту комбинацию украли у Сикрет. Скорее всего, так оно и есть. Скорее всего, так и есть. А до Сикрет еще, мне кажется, показывали OG. Вот когда LTV еще играл, сейчас Хуни Хан уже играет. Как раз я помню игру там Энигма, позиции 4, которая дает кольца антимагу. Возможно, мы даже эту игру комментировали с тобой. Как раз на квалификациях к этому мейджору. Я уже, честно говоря, не помню, как было. Пока Роджер как-то маловато фармит, смотрю Энигма 4 дна, это понятно, но только один крип, то есть по лесу пока фарм идет очень медленно. Паша стоит против даблы, Фуа и Аме. Его отсюда не выгнать, так что то, что Паша тут мало фармит. На него просто крипы идут. Он физически не успел этих крипов убить, так что вот если он этих четырех крипчиков сейчас добьет, у него будет все нормально по качу. Плюс Пашу отсюда не выгнать, потому что спектр Бангальера это не тот лайн, который способен Дума с кольцом дополнительным выгнать. В первых уровнях вообще ничего нет. Энигма имеет там буквально пару clarity и покупает кольцо и передает хардлейнеру своему. И в общем-то Роджеру нечем ответить. Выглядит как вообще ключевой момент в early game, что Ифуа сейчас не дает Энигме фармить вообще. Мы нередко видим игры, где Энигма становится на минуте 20 полноценным кором, четвертым кор игроком там с доминаторами, с меками, просто не считаешь. А здесь Роджер явно будет страдать. Ну пока мы видим насколько Бангальер классно работает, но ван. В общем скучная линия достаточно, пока не будет каких-то плюс один, либо грубейшие ошибки от No1, я думаю здесь смертей не будет. Ну да, если No1 как-то перекачается слишком в ловкость, не успеет на волне уйти от бласта Пугана, тогда он конечно погибнет. Ну а так в целом до шестых уровней здесь вряд ли что-то или даже наверное до седьмых уровней здесь вряд ли вообще возможно что-то интересное, разве что саппорты могут попытаться прийти. Да и то, какие саппорты? Ну разве что Гримс в рог способен Пуганом ведь не думаю, что Бэйн и Пангольер куда-то будут смещаться. Да и тем более это как-то поможет с Морфингом расправиться. Покупает еще одну маску, чтобы попроще было ластхитить на центре. Вард один стоит у Пангольера, посмотрю он там поставил в маленький лес. Анти-Энигма Вард завел вот так. Ну он довольно легко девардится, потому что ты же блочишь спаун и в таких ситуациях лучше конечно центрями пользоваться, потому что обсервер Вард он хотя непонятно блочит он там что-то Мне кажется это просто для Вижена. Если он просто для Вижена, то это тогда правильно. Если он блочит, то это неправильно. Он для Вижена правильно. Все правильно. Ну и по-прежнему 0-0 атака на Фуай. Фуай пошел вперед а не назад, но он спокойно отсюда должен уходить. Энигма пока слишком слабый герой. Да, Роджер тяжело. Фидит и идолонами, надо попытаться вот этого хотя бы задинать. Вот, молодец. И вот этого тоже можно будет задинать. Фуай хитро играет, конечно, не получается. Да, забирает Пангольер одного идолона. Ну и Роджер. Сейчас 3 секунды, скорый идолон исчез. Еще один динайм, First Blood на Бэйне. И снова погибает Рамзес. Вместе соло делают фраг 1-0. У Virtus.pro очень сильная линия. Тролль достаточно быстрый персонаж. Мы видим то, что у него уже этап куплен. Соответственно, ты заряжаешь его третьим спеллом Гримстроку. Он сбегает, топоры крутят, другими топорами замедляет, станет и плюс еще нюкает Гримстроку. И в итоге слабые герои, они очень быстро клеятся на таких линиях. С другой стороны, против тролля на самом деле. Из-за месов, которые тролль дает. Поэтому не все так хорошо. Приходят Пугна на помощь к своей команде в бот для того, чтобы паунти рона забрать. Но сейчас вроде как мы видим то, что в Virtus.pro больше рон забрали. Дум 4 уровень. Пангалер пытается как-то поднапрячь. Здесь нет свэшбаклы. Можно было бы попытаться через стана его убить, но F.I. держится на безопасной дистанции, чтобы, если что, можно было отступить. Грустно, что Спектр получает очень много пространства. Да, понятно, что Паша фармит, но любит Спектр вначале как-то подгнобить немножко, не давать и фрифарм, но пока у Спектра все слишком хорошо. То есть, посмотрим, что-то по этим билду будет. Я помню, и быстро Рейденс покупают. Я помню, что Рейденс гнарирует, покупает сначала себе Яшу, какие-то там барабаны и только потом Рейденс. Что по поводу этим билда на этой карте? Как думаешь, как будет там эта история? Понятно, что при желании ты на Спектре всегда покупаешь Рейденс. Но если тебе тяжко, то можно выйти в какой-то Блэйдмейл Драмы попытаться. Можно какую-то Яшу купить для разгона. Ну, по-разному. Раньше, я помню, урну брали на Спектре. Здесь как раз Бангольер, если урну брать не захочет, тоже можно было бы купить, если у тебя все плохо. Но пока у Аммы все хорошо. В идеале дождаться шестого уровня у Спектра и попытаться через Хаунд где-то убить. Где вообще ребята из ЛЖД могут убить с Хаундом? В центре? Морфлинга, мне кажется, не убьешь. Тяжеловато. Я думаю, снизу попытаться можно напасть. Снизу на Гримстрока легко можно напасть и попытаться его убить. С другой стороны, это дешево, получится Хаунд, и не факт, что Спектр еще сделает фрак. Ты приходишь, убиваешь и пушишь вышку. Если получается, то, в принципе, это будет того стоить. Ну, и при этом надо, конечно же, тролля прогнать с лайна. То есть не просто Гримстрок убить, а похарастить еще тролля достаточно сильно, заставить его потерять ресурсы, чтобы он бежал домой. А иначе, если ты убьешь только Гримстрок, он очень быстро заспавнится и прилетит обратно и будет дефать. Так что не будет работать. А, кстати, ПТ у тролля. Или, не, по-моему, фейсов всегда берут. Ну, ладно, это не столь важно. Ждет Рамзэспак Крипчики. К нему подойдут очень много виженов в LGT в правой части карты. Целых два варда. Один там на руне, другой на линии. Х снова бежит без тапка. До сих пор уже седьмая минута. Все у него плохо. Там, похоже, массовый выход на центр. Мещает. Пока атака, правда, на бедного Урсу. Урса ультимейта нет. Пытается, Чалец, убежать, но никак. Но, посмотрим, смогут ли разменяться. Там дизарм. Там дизарм немножко не то. Ноуан сам превращается в пугну. Дает бласт. Пугна. Ноуан идет вперед. Нужна какая-то поддержка. Поддержки никакой нет. Ноуан снова превращается в пугну. Есть дикий стики в кулдауне. Еще три секунды. Ноуан живет. То есть три героя вышли. Вообще никак. Да. При этом Ноуан не пытался уходить. Ты знаешь, такое ощущение, как будто он даже не нервничал. То есть он реально знал, что он выживает. Хотя там была парочка моментов, когда казалось, что еще чуть-чуть, и он погибнет. Но чувствует очень хорошо лимит своего персонажа. Так. Ну, вон. Перекачиваются стики. Шесть зарядов. Есть рейндроп. И сюда сместился уже гримстрок. Башня все-таки упала. Но, в общем, Против пугну ничего не поделать. Это совершенно дефолт, когда пугну тебе ломает вышку на седьмой с половиной минуте. Это как раз вот одно из преимуществ этого героя. Потому что вышка в центре имеет крайне важное стратегическое положение на карте. Проще намного в леса заходить там. Треугольники контролить там сверху, снизу. И поэтому вышку в центре нужно стараться поломать как можно быстрее. И пугну как раз на это способен. Появляется ПТ у Спектра. Хаунд тоже вот-вот должен появиться. Роджер уже с Доминатором. Восьмая минута. Несмотря на то, что ему немножечко мешали. Я сказал, что он восстановился. Он восстановился, да. в какой-то момент, но... Роджер всегда нашел пространство. Лес, благо, большой на карте. Сфармить можно где угодно. В итоге, да, посмотрите, какой нетворс. 2300. Урса 2800. Очень пока бедный Бэйн. Бэйн постоял, ничего не смогу спармить. Никих отводов. Очень тяжело и Пашу убить. Пашу ведь может сдача дать. У него шестой уровень. Есть Doom. Роджер. Блэкхол отсутствует. Малифайз просто. И все. Там еще и Хеллэнселф даже. Да, ребята чувствуют, то, что они не могут вообще здесь никак убивать. Но их забрать тоже не получается. Лжди сюда нужно либо Пугну, либо Урсу перетягивать. Урсу перетягивать слишком очевидно. То есть, если Урса с ботом пропадет, понятно, что Чалис побежал в топ своей команды Гангой. Телепортировался при этом, скорее всего. И можно оттуда просто Виртуз Про сместиться, надавить в какой-то другой точке. Ну, Пугну, да. Пугну можно туда. Сместить и забрать фишку. Но пока, вроде бы как Лжди фармит, но мне, честно говоря, не очень нравится, что происходит вот конкретно в их игре. Им получается еще и Гримс Роуку забрать. Ну, а там Урсу сделать телепорт. Не совсем понимаю. Это не Рошан, это просто телепорт на мид, который прекрасно Виртуз Про видели. А, Смог, 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 наверное, будет. Но Смог был, не был использован. Ну, у него, там Роджер без Блэкхолла немного ему не хватает, видит Фуая. Паша рядом, Паша с Ультимейтом Роджер просто делает телепорт, сбить его нечего. Станов-то нет. Это проблема, да. Тут эти три героя, Икс снова был далековато, Икс снова... А, ну Икс снова тоже сбить телепорт не может. Вот че. А, у него даже... То есть в данный момент ЛЖД вообще телепорт не могут ничем сбить. Да, это очень-очень печальная новость для них. И против того же Морфлинга будет проблема, против Роджера будут еще большие проблемы. Да, так-то если подумать, Энигма, который покупает Линкенсферу, он тут вообще фактически максимально удобно выходил. Единственная проблема, как я понимаю, Пангольер может дать Сайланс. А, ну, естественно. Поэтому ты берешь БКБ Линкенсферу. То есть, ну, БКБ в любом случае надо будет. Дум прямо на Урсу до Энрейта. Пытаются забрать. Икс снова Сайл... Уже есть Найтмарк, конечно. В другой точке забирают Эфлайер. Такой вот контроль руны от Паши. По СНГ. Просто Дум закинул и прогнал. 3-0. 3-0. Тут НОВАН превратился в Пангольера. Икс снова в невидимости выходит. Ну, легкий потус. Очень все плохо с уровнями у ребят из ЛГД. Книжка покупает, понятное дело, Пангольер, чтобы ультимейт взять. Но Бэйну еще так долго нужно качаться до Финс Грива, что я даже не знаю, где он будет это пространство получать. Потому что нужно ЛГД как-то и линии толкать, и другим кором тоже фармить. И Спектр хочет, и Пугна хочет, и Урса хочет. Да и в конце концов и Пангольер тоже хочет. И приходит Виртуз Про вот ломать Тир-1 вышку. Есть Катапульта, есть Медведь-демон, вот этот вот красный, который там клэпает, хлопает в ладошки, пушит линию достаточно быстро, падает вышка. Не успевает ЛГД вообще ничего. Им нужно играть 4 плюс 1, нужно играть с Хаунтом, но это очень трудно сделать. Въехать сейчас в команду ВП не получается. Хаунт Спектр также не использует. Рискует ЛГД, Гримстрок с ультимейтом. Тут есть Энигма с Блэкхоллом, поэтому лучше сюда не лезть. Это бессмысленно. Тем более, позиции у ЛГД никакой нет. А ВП были к этой атаке готовы. 4 тысячи перевес, счет 3-0, заметьте. 12 минут игры идет, в плане фраков не особо активная дота. Но неудивительно. ЛГД хотят пушить, Спектра очень-очень просто фармить. Спектре еще нужно много времени. ВП нужно времени чуть поменьше, потому что есть Морфлинг, да и Тролль там, в общем-то, НБФ купит быстрый. Тут еще и Волк, заметьте, какой классный крип, позволяющий пушить. Бангольер покатился, Роджер, напоминаю, есть Блэкхолл. Бэйн все еще без консгриппа. Спектра Хаунд, Спектра прилетает на Соло, Соло просто делает телепорт, Роджер очень быстро смогли убить, Соло успевает отсюда уйти. Хаунд использовали, убили Роджера, неплохо, неплохо защитили башню. Ну, это хоть что-то, скажем так. Первый, наверное, положительный момент в игре ЛГД за 12 минут. Ну, хорошо, еще был один положительный момент, когда Пангольер какое-то время пытался и Никну мешать. Как минимум, это первый фраг, да. Ну, все, Спектра дальше в лес, быстрый рейтинг. Спектр Тесл, Ринг, Фрайс Бэнд и дальше. Долгий-долгий фарм рейтинг. Это, конечно, минус Пик ЛГД, что сейчас Спектра будет очень много денег, которые ничего не дают. Да, и Virtus.pro на самом деле должны давить своего соперника. Очень силен Морфинг на данной стадии игры, когда превращается в Кугну. Ну, то есть, он и дальше будет силен, но сейчас он тоже достаточно опасен. И, что самое важное, он опасен, вот именно, не именно, а вот в данный момент он тоже опасен. Чушь какую-то я сказал, да, ну, короче, ты понял, что этот герой не суперлейтовый, он может сейчас уже идти и делать какой-то импакт. Вот, в отличие от той же Спектра, которая может разве что использовать Хаунт и на какую-то одинокую там цель или отбившихся от стаи игроков напасть. Ну вот, и ЛГД надо, то есть, я не знаю, как-то отвечать на этот пуш, то есть, у них падают вышки, у них сокращается бесплатно, ну, как бы, хорошее пространство для фарма, где можно фармить Блэкхолл имеется. Если Роджер найдет удачную позицию, он этот Блэкхолл использует. Ну, тяжелый временной отрезок сейчас будет для ЛГД. Зато, если Спектр все-таки Райдик на фарме, то там уже, конечно, в ЛГД резко все станет лучше. Да, вот эти классические игры с лаундроидом, которого ждем Радиенс, Лайвстиллер, который ждет Радиенс, и надо как-то потерпеть, но уже 5000 перевес на топе, атака на Пашу, тут еще есть Х снова, Финсгрипп у Бэйна отсутствует, повесили Найтмар, истин Фиббл, команды здесь рядом нет, Паша попытка сделать телепорт! Ну, так себе декрип, я бы сказал. Урса бы загрыз Пашу, если бы не этот декрип. Пока не веришь, шансов было бы намного больше убить Пашу именно физическим уроном. И ксэм тут очень тяжело. Как же тяжело, пока нет Финсгриппа, с Финсгриппом было бы проще, конечно. вот это вот, то, что на Пашу напали, это, в принципе, довольно грубая ошибка с его стороны. Он остался в топе под Т2 вышкой, очевидно, что вот в этой точке ты слабее, и тебя легко там со Шрайна как-то обойти, знаешь, вот, собственно, как получился, Зэк снова просто зашел к нему в спину. Но его простили, его простили за эту ошибку. Атака на Пангольера от Морфлинга. 14-ая минута БФ. И как играть? Ох, долетает! Это, мне кажется, прям единица урон в урон. Ну да. Но он еще и в Пангольера превратился, и Пангольер не был аутов, как-то убежать. Он за тобой летит еще быстрее, в Вейфорум плюс Дэшбакл. Так, там, возможно, какая-то атака будет на Дума прямо сейчас, номер 2. Но рядом Энигма. Честно говоря, мне эта идея, это, по сожалению, ЛЖД вообще не нравится. Хаунд есть. Через Хаунд можно как-то попытаться, тем более в топе там несколько еще других игроков в ЛЖД было. Но может быть, попытается на тролля выйти сейчас. Но Рамзес 12-ый уровень, да, пытается его забрать, и Уильтон должен, наверное, нет, не успе... А, он уйстанул, но его убил Вард. Похоже. Ну, похоже на то. Надо было ультовать раньше Рамзесу. Три руны для команды Virtus.pro, одна для команды пассажей ЛЖД. 6000 перевес. Очень спокойная игра. Очень мало у нас каких-то драк. Я бы сказал, что драк вообще не было еще. Все эти фраги были выходом 5 на 1, 5 на 2. Атака на соло. Через Ульсу Маид. Может быть, сразу какой-то Рошан? Или не хотят? Ожи. Довольно опасно. 15 секунд спамнился тролль, 22 секунды спамнился Гримстролк, и пока не особо не особо хочется туда заходить. Не прокачан у Эниггмы еще третий спел, кстати говоря. Надо потихоньку выкачивать. Довольно полезная штука. Уживительно. Блинк Даггер первым артефактом появляется у Урса. Сказал бы это 2 месяца назад, никто бы не удивился, но в нынешнем мете барабаны, какой-то пашер, а здесь вот он блинк после фейзов. Ну, ЛЖД просто нечем нападать. Им нужно какой-то сетап под хаунд иметь, и если у Урса не будет блинка, то в общем сетапа под хаунд у них никакого нет. Финкс Гриб Бейна он слишком легко сбивается с персонажами, которые есть у Виртус Про, там, Адептив, Морфа, какой-то, может быть, там, Стан от Энигмы, там, Сайлент от Гримстролка, Стан от Гримстролка. Ну, в общем, слишком трудно. Поэтому надо иметь все-таки какого-то персонажа, который будет врываться сам. Ну, Дум готовит Пайп. То есть даже к тому моменту, когда Рейдинс появится, у Спектра защиты у Виртус Про в виде Пайпа будет уже готова. Не так просто будет пробивать. Ну, тролль может возьмёт себе вот этот билл через Сенчинт Яшу плюс Сатаник и не будет бояться там, любых декрипов. Хотя Блокинг Бар, понятно, здесь приятно теперь, в любом случае будет. Ну, придётся, я бы даже сказал, просто попозже. Просто попозже. Пока в планах Сенчинт Яшу. Вот именно Сенчинт Яшу действительно полезный слот. Опять-таки, он делает тебя ещё быстрее и с точки зрения скорости атаки, и с точки зрения перемещения по карте и в тимфайте. Так что Сенчинт Яшу на тролле лучше не игнорировать. Иногда, конечно, приходится манту покупать, но это в очень редких случаях, пожалуй. Именно Сенчинт Яшу с Сатаник такой биллс на тролле сейчас самый популярный. Несмотря на то, что LGD фармит Сфектор, у меня такое ощущение, как будто Виртус Про абсолютно всё устраивает. У них фармит тролль с БФом, у них есть Морфлинг, у них есть Дум с Гримстроком, у них есть Энигма. А так-то по сути каждый персонаж, даже Саппорт, очень силён в лейте, пытается соло напасть на Бэйна. Рядом команд, так бы, конечно, он не полез, подходит сюда Кентавр на барабанах, и снова под Сайлосом, но нельзя так давить глубоко. Или можно? Или можно? Отлично сыгранно. И никто даже не попытался, то есть Виртус Про так далеко шли, так нагло дайвили, прям под Т3 вышку. Было ощущение, что Бэйн спокойно уйдёт, но он даже Найтмер не мог дать Кентавра, потому что находился там выходит, кстати, Урса, кажется, там нападают в центре сейчас Лжедиль, ну или по крайней мере хотели напасть. Дофармливают всё ещё Радианс на Спектре, видимо, не хочется идти в Драку. 7000 Нетворс у Ама, и он очень близок к Сакрад Релику, но одного Сакрад Релико всё-таки будет маловато. Ещё и рецепт нужно купить. Т2 вышку Вилс, людей в центре сейчас, скорее всего, потеряют, но в боте очень много крипов, там Пугно толкает, Пугно сломал Т2 вышку, и вынужден Рамзес переместиться, а остальная команда... Так, Рамзес. Всё нормально должно быть. Он всё под контролем, да, должно быть. Хотя на грани, на грани. Там просто Дагон не долетел Пугне, Пугне только сейчас летит Дагон. С Дагоном это... Я думаю, был бы фраг. Или нет. Он не купил, он не купил. Он может купить, он может купить, но он не покупает по каким-то причинам. Видимо, Курьер занят, телепортируется на базу, сейчас на базе заберёт. Ну да, понятно то, что у тролля Нетворс выше среднего. Там, видимо, где он чуть-чуть загибается вниз, кривая, там, наверное, погиб в центре или... Ну, это логично было бы предположить, что он там погиб в центре. Мы помним фраг от Пуганы, но это было, правда, давниненько. Давниненько это было. Ладно. И вот готова манта у Морфинга. Морфинг у нас, скорее всего, будет играть через атакующий билд или через пушку. Нападает опять на Бейна. Бейн тут, видимо, бегал варды. Пытался какие-то поставить. Тут же Соло ставит центре, пытается проверить, успел ли там что-то воскнуть еще, а нет, это об сервера уже. Соло до этого нашел вард. То есть, только если бы им поставил два варда, до этого нашли они вард, видишь, вот возле Т2, там стоит центре. Да, и очень-очень много закупает Соло с центре. Вот обратите внимание, у Virtus.pro все хорошо. Да, то есть, у них фармят все коры. И обычно в такой игре ты, будучи саппортом, можешь немножечко сыграть жадно и не покупать такое количество вардов, да, вот именно с энтреей. Но, тем не менее, Соло все равно тратит огромное количество денег на дивардинг, дабы, ну, ослепить просто сливок соперника, чтобы не было видно вообще ничего, чтобы коры Virtus.pro могли свободно сами нападать тогда, когда им хочется это делать. Так, ну что ж, 20 минуты игры. За эти 20 минут мы не увидели ни одной драки и Спектра, я думаю, уже дофармит свою радионс, и тогда полезут LGD сами атаковать. Но не забываем, насколько уходит потенциал драки. Селён за счет Энигмы, за счет Дума, Гримстров хотя бы два Дума это уже фатально. Урса получает Дум не может даже если инрейдж ты нажал, ты не можешь нажать оверпауэр потом, обновить его как-то. Это тоже больно и неприятно. Пугна тоже боится Дума. Паша выходит, но Паша в итоге строится немножечко обратно. Он не должен ультовать до Солбиндера и летает. Ноуан практически погибает. Как так получилось-то? Ноуан сам оборвался в суицид, покатился по Галле. Роджеру здесь нельзя кастовать блокколу. Отличный стан от Кентавра пытается Роджер убежать. Есть инфейбол, есть земля, Роджер погибает. Грубейшая ошибка. Нам, я думаю, повтор чуть позже посмотрим. Ну как? Он ворвался в стройку, получил декрип. Декрип, бласт догон, потерял все хп, получил Найтмор, а потом Пангалер просто по нему прокатился и все, собственно, так и вышло. Переоценил свои силы. From Pugcham to Lu. Да. Как говорится. За пару секунд буквально. Это плохо для Virtus Pro. Но LGD молодцы, ответили. Очень грамотно. Вот как раз мы сейчас посмотрим повтор. Там, видимо, был Вижен. У Novan очень мало здоровья. Да, смотри, там Solo ставит Вижен. Novan хочет сейчас ворваться в двоих. Под Вардом все это сделал еще, да. И Найтвар дали, понимаешь? И он, как я понимаю, перекачаться даже не успел. Да, конечно. Ты не можешь перекачаться и в итоге Пангалер тебя просто убивает. Дальше драки просто не было никакой. Разошлись. Кто куда, тролль уже сделал телепорт на топ. Продавали. Ну, это первая драка 5 на 5, но ВП сделали все вообще не так. Блокола так и не было. Тума так и не было. 6-6 равнивает счет LGD. 4 тысячи остается у команды ВП. По-прежнему, учитывая драфты двух команд, никто не забрал Рошана. Удивительно, но какие? И Морф умеет Рошана забирать быстро с маской. И Урс умеет. И Тролль, понятно. И Тролль, да, тоже способен на это. Но LGD нужно просто сейчас выиграть тимфайт. Это понятно. Ну, Виртуз Пром, в общем-то, тоже. Они активируют смок. В прошлом тимфайте они ничего не потратили. Ну, разве что Сулбин. Сулбин, наверное, должен скоро появиться. И вот постоянно Виртуз Пром так играет. Заметь, какую карту мы уже смотрим? Четвертую? Когда Виртуз Пром, смокки просто в наглую выходят Рошана. Я напоминаю, момент ключевой. Роджер есть блокхол. Все ультимейты у команды ВП имеются. Соло. Понимает, что здесь не то. Пошел Хаунд. Вектор будет лететь на Рошана. Пока не летит. Прилетает Ами. Аегис не забирает. Ворует ноуан Аегис. Чарльз попытка быстро убить Дума. Паша больно. Роджер дает блокхол. Попадает лишь по одному. Выталкивает Урсу на этого недостаточно. Еще и Бейн подставился. Пытался сбить. Не получилось. Убивает одного. Убивает второго. Покатился Фуай. Пытается по всех прокатиться. Ни по кому не попадает. Стаялась на пугни. Пугну вне игры. Очень долгий стан. Рамзес. Полетели топорики. И убивают еще и Эксема. Минус 3. Забрали ЛЖД, конечно, Рошана. Аегис достался команде ВП. При этом ничего ВП не сделали прям сверхъестественного. Но вот ЛЖД позиционка в драке была никакая. Ну и быстрый, своевременный блокхол от Роджера. Закрыл просто проход. Ты не мог элементарно подойти и не сбить блокхол. Хорошая позиция была у Роджера очень. Хотя экономически, заметно, ничего не меняется. Там, как я понимаю, Гримстрок погиб и выкупился. Поэтому так получилось. Очень много, конечно, денег Сома потерял. Но ему не привыкать. В общем-то. У него есть талант приятный. В общем-то, он поможет немножко эту золотую устанавливать. Так и есть, так и есть. Там как-то потихонечку, помаленечку будет камбэкать в игру по денежкам. Появляется Блингдаггер у Дума. Теперь намного проще будет кастовать ультимейты в Солд Инд. Понятно, что на Гримстроке никто не качает мовспид. Ну никто вообще. Даже если ты играешь соло-мид Гримстроком, в принципе, выгоднее вкачать ГПМ, чем 30 мовспида. Гримстрок так сам по себе персонаж. Не шибко медленный. Ему не нужно это компенсировать. Вот Транквиллы плюс Винд Лейсы. Он уже достаточно хорошо перемещается по карте. Закупается соло у нас брейсерами. Ждем следующих ультимейтов от Virtus.pro. Снова они попытаются надавить. А вот LGD. LGD нужно стараться, конечно, не вступать в какие-то 5 на 5 тимфайты, потому что против комбинации Солд Инд плюс Дум бороться очень трудно. Плюс еще там есть Морфлен, который превращается в пугну, ставит в арты. Ну, пугни прям совсем трудно становится играть. Надо стараться как-то вот вдвоем, втроем находить 2-3 игроков Virtus.pro и через хаунт их убивать. Вот примерно такой должен быть план у LGD. По-другому они очень... Ну, вот по крайней мере на данный момент им очень трудно будет выигрывать тимфайты. Только если они нападут на Гримстрок, убьют его, там Дум как-то... будет вынужден, скажем так, использовать свой ульт, в кого попало, лишь бы его скинуть. И тогда уже могут LGD и в таком случае драку выиграть. Так, ну пока нет Black Hole, еще 70 секунд, Дум и Ультимейт Гримстроку вот тут появятся. Забавно, что Enigma-то какой билд? Там Мека? Мека, Мека. Доминатор Мека. То есть Роджер не планирует, не планирует выходить в Blink, БКБ, Линкенсфер, вот в такие вот артефакты. Я думаю, планирую, попозже. Пока, видимо, ВП решает, что не так важен Black Hole, как бафы и Энигмы всяческие. Меднайпульс, Малифайс, вот эти вот Guardian, Грифсы и прочее. Морфлинг, ничего интересного, да, такая прям стандартная статистика. Да, в этом патче, но Уана. Причем довольно много матчей было сыграно, то есть эта статистика основана там чуть ли не на двух сотнях матчей различий на морфлинге. Все, хотят Virtus.pro забрать тир-два вышку в боте. LGD, кажется, готовы драться, Пангольер залетает в пашу. Есть хаунт. Дальше попытка быстро убить Дума. Дума убивает. Дум без байбека. Параллельно погибает очень быстро Роджер. Распроказ Тейксэма. Атака на Гримстроука, минус три. Да, Virtus.pro были совершенно не готовы. Пытается Нолан уйти телепортом. Он Саэгисом. Он уходит с танов просто на пусты. Но если бы он сейчас Саэгисом погиб, его бы, конечно, убили бы еще раз. Да, баунти руны очень грамотные лошади подрались прямо под 25 минуту. Успевает Рамзай стелепортироваться в топ и забрать в итоге одну баунти. Много денег зарабатывает раз ЛЖД, до 17 урона у команды ВП. Это какой-то, видимо, не знаю, Эдалон там рандомный задамажил или что это вообще было? Что это за 17 урона от Энигмы? Или там кто-то на поле может встал. 17 урона. Какой-нибудь Бэйн встал на поле и там вот так продамажило. ВП шли без какого-то вижена. Как я понимаю, вардов у них там не было. Как ЛЖД вообще так хорошо драку построили? Они увидели Дума. А, смотри, в ВАЛе стоит прямо на хайграунде справа. Я думаю, что это вот этот вард, если... Да, он был до драки, это, в общем-то, ключевой вард. Ну, по сути, да, потому что убили Дума. Потому что убили Дума. Там, конечно, хаунд еще вижен дает, но на Дума напали до хаунда, поэтому, да. И у Амы уже манта. Вот, в принципе, игра ЛЖД начинает принимать приятный для них оборот. Ну, два момента, два ключевых момента. Оба на вот этой вот тир-довышке. Вертус Прот дважды ошиблись и позволили ЛЖД выйти в свою игру. Если бы они грамотно давили, грамотно все делали, они бы не позволили просто ЛЖД получать столько пространства на карте в топе. Рамзес пытается атаковать ФА, сюда телепортируется Пугна. Телепорт отменяется, и, видимо, ФА здесь хоронит. Он кастует Мекку, еще один свэшбакл, ульт есть, он кастует ульт, но его топорами просто Рамзес закидал. Молодец, на самом деле, Пугн, что сбил телепорт, его все убили. Ну, конечно, конечно, залетел бы. Даже не Блэкхол, а просто какой-то рандомный стан от Кентавра, вот этот вот, который там... Пангальер, конечно, с выкупом, но жаль, что ультимейт потратил. Это очень плохо в данный момент, без ультимейта не так он полезен. Ставится Назарвард от Пугна, и Рамзес вместе с Ноуаном заходит. Манта стайл, иллюзии, попытки найти Назарвард, быстренько разрушить. Врыв от Урса, попытка быстро убить Соло, снова убить быстро. Получается, Блэкхолл есть от Роджера, затянули одного. Урса много урона получает, Урса должны добить, Урса добивая через Вейформ, ХСМ, полетели Бластов и Сгрипп на Эндигму. Слишком поздно, дум на одного лишь Бэйна, Гримстроук пульсимейтс выскасовать не успел, он уже погиб. Денай, Денай, и делается на ХНове. Ну и два байбэка, драка продолжается, врывается Ами дальше, ФУАй, вперед, Ноуан, хороший Слэшбакл, врывает Урс вперед, там есть Зикрипп, Ноуан, пытается отсюда бежать, должен появиться Вейформ, ВФР появляется, врывается Паша, Спектр, оказывается на хэнграунде, здесь Даггер, все нормально, уходит на лоу-граун, продолжает драться, Стан от Кентавра, можно убить Пангальера, Пангальяра убивает, Рамзес под Блокенбаром, против Чайлиса, Чайлис убивает Пашу, Рамзес попытки найти Спектру, у Спектра с этим даггером, с талантом просто недостигаемо, врывается Чайлис, есть Дикрипп, Ноуан пытается прятаться, Рамзес нажимает ультимейт, в последний момент пытается отъедаться, но не получает. Может ультимейт, есть Паш, есть Дикрипп на Ами, что самое важное, но Рамзес до конца ультимейт от Урсы, не убить Урсу, много было выкупов от тех, от других, да, как понимаю, два байбэка от команды LGD, но Спектра все это переживает, понимаешь, в этом большая проблема, 5000 урона наносит Ама в этом тимфайте, получает 2500 XP, то есть он там качается, у него уже наверняка есть 20 уровень, скоро там будет 21, ну и дальше соответственно до 25. ВП не получается делать то, о чем говорили аналитики, о чем говорим мы. Леша плохо стоит в тимфайте, на него постоянно нападают, ну ладно, прошлый тимфайт был для Virtus.pro просто в принципе неудачным, там Doom стоял в неудачной позиции, на него напали, его видели, это Virtus.pro никак не могли прочитать, очень грамотный вард, LGD воткнули, но конкретно в этой ситуации Лешу просто нельзя подходить, Соло должен стоять на безопасном расстоянии, его задача исключительно дать Соу Бинт, ну желательно Бангольера, но на тот момент Бангольера не было, если бы он дал Соу Бинт и Doom использовал ультимейт, скажем так, дважды за счет Соу Бинта, то драка была бы конечно намного лучше для Virtus.pro, и причем, кто знает, как бы она повернулась по спецеции, возможно бы Virtus.pro бы ее даже выиграли. В ВП все еще стоятся шансы, то есть ничего вообще не произошло. Понимаешь, в чем проблема основная, ладно, сейчас у нас может быть небольшая заварушка, все-таки Хаунд появляется, нет Doom и нет Блэкпола, должны LGD это понимать, и Спектр готовится приобретать Тараску, уже очень много здоровья, 2700 у Спектра. Там талант, как понимаете, там 20-м был, 500 здоровья, поэтому все так радужно. И Дисперсия будет отлично работать, вот конкретно в этой ситуации, может быть даже следует призадуматься о Аганиме на Doom, чтобы выключать пассивки Спектры. Как-то уж интересно, очень редкий артефакт нынче. Ну, потому что все-таки SilverEdge, ты понимаешь, когда начинается какое-то сражение, ты не можешь этим SilverEdge нормально в Спектр попасть, потому что начинается просто какой-то кутеж и хаос. Спектра юзает Хаунд, нападая то на твоего саппорта, то она реализуется на каком-то другом герое, то есть она начинает прыгать, летать, ты не можешь просто найти настоящую Спектру, а это очень важно сделать быстро, чтобы героя задизейблить, не позволить реализовывать ему свои пассивные способности. А с Doom все попроще, ты подождал, пока этот Хаунд там как-то закончился, тебе не надо именно ударять, бежать до этой цели, а просто нажал одну кнопку, все, Спектра Линкенсверу покупать не будет, и это, в принципе, может сработать. По поводу вот той ситуации с Энигмой, да, Мека, конечно, очень хороша. И вот те три тимфайта, которые Virtus.pro провели с этой Мека, если бы они выиграли, к ним не было бы никаких вопросов. Но сейчас, сейчас, Энигма играет без Мидаса. Для того, чтобы Роджеру купить эту ультимативную комбинацию, при помощи которой можно вытащить вообще даже самую, казалось бы, невыигрываемую игру, ему нужно сначала купить Блинк, потом купить БКБ, а потом купить Линкенсверу, чтобы Бэй не сбил. Ну, либо, конечно, Блинк и БКБ, и как-то сказать, Финцгрип в топ на Рамзес, кажется, Рамзес немножечко загулял, есть догон, и очень много урона здесь по реверсу спрошу. Там еще и Спектр, там он использовал, чтобы увидеть, кто где. Спектр прилетает на топ, но это просто будет пушка 1 и 2. Это будет просто минус, просто будет минус вышка, но Ван получает. Может быть, кстати, заход и на хэйграунд. Тролли нет 70 секунд, времени очень много. Ну, вот берет Роджер ГПМ, чтобы хоть какое-то дополнительное золото иметь, но, я так понимаю, он все-таки грифзы будет доделывать. Он уже нацелен на них. Было бы странно, их не ап, но все-таки мека не так полезна, как грифзы. Да, очень полезен будет, конечно же, этот предмет, но вот на данной стадии игры, если ты скипаешь мекку, то ты можешь уже реально Блинк БКБ .5А с Финцгрипом Бэйна, ну, можно что-то сделать, как-то задизейблить его. Забирают второго Рошана LGD, у них был хороший тайминг, учитывая то, что Рамзес запустил грубейшую ошибку. Могут позволить себе игроки из Китая сейчас так вот нагло и дерзко забрать Рошана. А Егис для Спектра, Сир для Урса. Да, решили отказаться забирать Т2. В общем, их можно понять, Т2 они забрать всегда успеют, а вот Рошана так свободно забрать получилось только сейчас. Ну, вот пять минут, но проблемы ОВП будут, непонятно, стоит ли драться. Проблема, конечно, что ОВП вот эти красные кнопки намного больше кулдаун имеет, чем у команды ЛЖД. И Финцгрип там, и Роллин Тандер, и Хаунд. Ну, все же поменьше будет, чем у Т2 Блэкхолла. Тут даже не в этом дело. Как-то, знаешь, так складывается ситуация, что LGD вступает в драку без Хаунта и выигрывает ее. И, соответственно, потом, когда у Virtus.pro уже Doom в КД и Блэкхолл в КД, а Хаунд уже, соответственно, не был использован, еще точнее не был использован, и LGD чувствует свою мощь на карте. И преимущество потихоньку начинает переходить в руки игроков LGD. Я бы даже сказал, что пока за первые 32 минуты, закрывая глаза на некоторые помарки, которые LGD допускали, в принципе, они играли безупречно. В принципе. То есть, выжимая, вообще, максимум из любых ситуаций, из любых позиций, в которые они попадали. На них в драке грамоты действуют, учитывая, что в ВП пока ничего в драках не получалось. Они умудряются ограниченным количеством ресурсов выигрывать драки. Порой. Это очень важно для их пика, чтобы, ну, какое-то пространство для Спектра появлялось. Смог от Virtus.pro они идут сейчас прямо по центру, должны, мне кажется, LGD это понимать, видят тролля. Идут в Aegis и СССР, идут в Ultimate Spectre. Но у самих, правда, игроков ВП есть ультимейты. И позиции очень хорошие. LGD PSG, есть Тараско у Спектры, не самые лучшие тайминги для команды ВП, может не получиться. Возможно, это прозвучит как-то слишком дешево, знаешь. Но, по-моему, Virtus.pro нет смысла искать драки в данный момент. А вот LGD, конечно, искать хотят драки. Позиция у ВП сейчас неплохая, правда, соло улетает, вот это проблема. Если сейчас остальные игроки отсюда не успеют уйти на часа драка, будет очень плохо. Но Роджер улетел в таги, Роджер просто пытается уйти. И врывается Урса, тут есть Кентавр, надо как-то отстанеться. Стан от Кентавра, Роджер получает агон, пытается сбежать. Нажимает Гуардиан Гриф. Спектр нажимает еще ультимейт, убивает Энигму. И попытка догнать Ноу Вана. Но с Ноу Ваном чуть сложнее будет, слишком он быстрый. Обидно получилось. Не успел их снова схватить в Финсгрипп Ноу Вана. Он скажет, что проснулся. Видимо, это еще не конец. Два телепорта. Энигма без байбэка. Убивает соло моментально, соло там дал ультимейт. Есть Дум. Финсгрипп сразу же в ответ. Попытка убить Ами. Напомню Ами с Аегисом. Погибает Урс. Ами пытается уйти из драки. Ноу Ван в погоне дальше. Пангольер покатился. Ноу Ван и Шрайан он его использует. Там еще и Кентавр летает в шарики Пангольера. Смечается Рамзес. Еще один отличный удар от Фуая. Шарики. Фуай покидает драку. Ноу Ван продолжает против Ами. Ставится хороший Незервард. Ноу Ван пытается его быстро разрушить. Превращается в Спектру. Ами пытается уйти. Получает Сайланс. Ноу Ван. Могут проблемы. Так он Дикри. Пласт урона немного не хватает. Совсем чуть-чуть остается. Рейденс работает. Морфлинг добивает. Здесь Морфлинга. Морфлинг есть выкуп. Рамзес продолжает драться. Один тут против троих. Выкупается Морфлинг. Вместе с Пашей. Ресурсы есть. У Рамзеса имеет ультимейт. Можно продолжать здесь драку. Спокойно. Выходит Паша. Аме. Ноу Ван пошел. Напоминаю он с байбэка. Погоню за XTM. По угнау. Уходит на хэграм. Оказывается, Глеймер Кейпе, хоть и под астами, а решил ноу Ван отсюда уйти. И драка закончена. Виртуз Про очень много отдают. Выложите минимальные апскал потери. Аегис они сохранили. Ну, байбэк на Морфлинге, конечно, это очень сильно ударит сейчас по позиции Виртуз Про. Если Морфлинг где-то сейчас погибает. Где-то ошибается. Ловит какой-то финсгрип непонятный. То эта игра может закончиться очень быстро. Опять. Ноль урона от Энигмы. Потому что на Роджера просто напали и убили. Он не способен выживать в таких ситуациях. Он может кастануть грифзы, сбросить в себя замедление от декрипа. Но убежать против хаунта Спектры очень трудно. Очень трудно. Проблема у Ноу Вана. Мы видим отсутствие Блокинбара. И постоянно Ноу Ван. Вот эта драка происходит. Его практически убивают. Он перекачивается практически в силу полностью. И драться особо уже не в состоянии. Обрати внимание. То есть Ноу Ван собрал такие артефакты, чтобы как раз в Спектру превращаться и играть в Спектры. Там как раз пассивные способности работают. Вот Рамзес, у него же кажется нет БКБ здесь. Или уже? Нет, уже откатилась. Уже откатилась БКБ нападает на него. Очень круто летает. На самом деле надо убивать Сифая по-хорошему. Спектр. Правда Хаунд уже появляется. Хаунд очень много урона. Врывается Чалис дальше. Будет ли какой-то блокол. Роджер очень сильный фокус. Энигма. Сайланс получает Энигма. Гвардингрифс уже были использованы. Соло. Пытается отсюда бежать. Чалис все еще из Блокинбара. Соло делает телепорт. Успеет ли его сбиться? Успели. Видит Огона. Убивает также здесь и соло. Пытается убежать тролль. Финсгрипп. Последний момент. Шрай надо активировать. Активируйте хоть кто-то. Активирует. Рамзес там Сорен. Жимает БКБ. Нажимает ультимейт. Пытается съесть у кого-то. Много урона по урсе. Фуай ворвался. Вейфорум. Хорошо. Ноуан прокатился. Можно убить Фуая. Фуай на ЛХП пытается уйти. Фуай очень много у него здоровья. Убивают Нууана. Убивают Нууана с байбека. Ну и теперь непонятно, как вообще Виртус против драку проводить. Пытается Паша убежать на ЛХП. Паша должен быть у него выкуп. Паша блинкаут нажимается. Не должен быть фокус до конца. Свэшбакл. Сайлент. Замедление. Прыжок. Подходит Чайлис. Минус Тум. И только у Думы байбек. Рамзес возвращается на базу. Виртус ПРО. Напали на Пангольера в шарике. И что-то пошло не так. Соло дал плохой солбинт. В итоге он не связал Пангольера ни с кем. Пангольер катался, катался, катался. Запокусить его не получилось. Роджер снова. Ноль скиллов практически. Ну ладно, там 1500 урона он полем нанес. Но этого уже недостаточно. Это 36 минута. Уже хочется какие-то блэкхоллы видеть. 60 секунд не будет морфлинга. Дум заспавнится через 25. Если надо будет, он может выкупиться. Но выкупаться, конечно, очень не хочется. Солбинт также имеется. Но мне кажется, LGD просто пойдут сейчас дальше. Руна ТД Ауаме. Ботли лежит. Он ее активирует. Урона становится уже слишком много. Ставится Назарвард. Лиф от команды Virtus.pro. По-прежнему не увидели идеальной комбинации. Так, тут риф быстро на Роджера. Роджера байбэк. Выкупаться, скорее всего, придется. Пока вот сюда сюда не хотят уходить. Придется. Сейчас дождутся спавна морфлинга. Дождутся, когда он появится. И под этот спавн морфлинга все-таки решили сразу. Ну, хотя да, какой смысл? То есть, ну, у тебя будет 15 секунд спавн после морфа. Поэтому, да, ты выкупаешься либо сейчас, либо не выкупаешься вовсе. Стревышка падает. Спами там и кинжалами. Дабл дэмэдж по-прежнему работает. Сдиспелить его пока никак нельзя. Уходит Спектра. Спектра 24 уровень и крайне близокам их сейчас к Тараске. Да, у него только 3000 золота. Но вы же знаете, насколько быстро Спектра может добрать необходимые деньги с радиантом. Просто отпушивая линии. У Virtus.pro все... Единственный шанс, как Virtus.pro вообще выигрывает, мне кажется, сейчас Teamfight. Это ждут артефактов Энигмы. Ну, хотя бы Блинк. Хотя бы Блинк, чтобы Роджер мог не стоять так близко к зоне боевых действий. А вот именно ворваться после каких-то кастов Пугны, после каких-то кастов Бэйна. Да. Может быть даже Хаунд придется переждать. И тогда уже дать Блэкхол. Потому что по-другому просто невозможно это сделать. Ты ловишь Декрип, Дагон, там какой-то Бласт еще и все. У тебя просто не хватает здоровья. Гривзы кастуешь и это не сильно помогает. Да, вот так вот шансы меняются. 75% за команды LGD, 71. Ну, первая заливная у Virtus.pro. Просто обычно Virtus.pro заливают первую, потому что драфтить не очень хорошо. А здесь они очень хорошо на драфтере. У них очень хороший пик был. Они просто трижды ошиблись. Ну и LGD сыграли, опять-таки повторюсь, феноминально. Они просто играют хорошо. Они просто играют лучше на этой карте, чем Virtus.pro. Да, так и есть. Они ставят очень хорошие и хитрые варды. Они нападают тогда, когда Virtus.pro этого вообще не ожидают. Башар появляется у тролля. Но мы видим, что тролль как-то тяжело ему приходится со спектра. Не получается спектру вообще даже продамажить. Может быть, сфокусировать свое внимание не на Аме, а на Пугне и Бенне. Мне кажется, этих двух персонажей желательно убить очень быстро. Ну, если еще Пангальера забрать, будет прям вообще идеально. Сурсы со спектрой как-то потом разберемся. Стало внизу. Стало с байбеком. Это единственный плюс в этой ситуации. Больше плюсов нет. Он толкает линии. То есть ему байбекаться, скорее всего, не придется. Потому что крипы слишком далеко от базы Virtus.pro. Но сами Virtus.pro ничего не могут в этот момент сделать. Через минуту заспавнятся баунти руны. LGD телепортируются оба в топ. И Chalice в F1. Кому-то нужно остаться в боте, забрать там баунти. Неужели Virtus.pro захотят... Virtus.pro сейчас очень грубую ошибку могут допустить. Да, они находятся на Shrine, но если они здесь примут драку, мне кажется, будет очень печально. Без своего саппорта пятой позиции, который крайне важен. Хотя бы для того, чтобы дать full win. И LGD ждут, что кто-то придет... Да, на NoWan! Боже, какая ошибка! Какая ошибка от NoWan. И как же классный LGD в этом моменте снова действует. Они ждали. Они стояли и реально ждали по капризу героев на этих крипов. И тут, знаешь, жадность играла. Посмотри, сколько крипов. Но и Morphling кричат в байформ. Дам, прокачусь. Ничто не мешает. Плюс 500 ноута. Немножечко подождать этих крипов поближе к своей Т2-вышке. Рожер без Блинкдаггера. Неужели хотят драться без NoWan? LGD, по сути, ничего не потеряли. Ну, ладно, потеряли с крипов. Убрывается чалец. Есть! Есть! Паша! И успевает Паша дать ультимейт! Паша в последний момент ультимейт. Моментально сбивают. Блэк Холл. Ну и драться больше нечем. Там был тум в иллюзии. Я не совсем понял, что произошло конкретно. Паша пытается убежать. Лебарда в Урсу в последний момент. Но тут вообще никак. Минус 4. Перевыкупается Кримстрок. Пытается здесь как-то тролль до концентрации. Получает огонь. ГГВП. Да, конечно, ситуация получилась не очень хорошей для Virtus.pro. Обидно. Обидно проиграли. Но, я думаю, они прекрасно понимают причину своего поражения. Они сыграли просто неаккуратно в некоторых моментах. ЛГТ на этой карте были очень хороши. То есть мне этот матч напоминает матч с командой Fnatic. Где Fnatic просто играли лучше. Да, так и есть. Действовали лучше. Находили момент, когда можно напасть. Они переждали. Возможно, излишне пассивно играла команда ВП. Об этом аналитике поговорили. Они не пассивно играли. Они как раз старались играть активно. Просто тогда, когда они заходили под вражеские вышки. Пытались как-то ломать, толкать. Они стояли очень неаккуратно. То Соло стоит далеко на него. Нападает и не может дать Солбинт. То Паша стоит под вардом. Ну, то, что Паша стоял под вардом, он, конечно, никак не мог знать. Это сложно приписать ему в качестве ошибки. Но, тем не менее. Тем не менее. Да, но ВП снова проигрывает первую карту. Неудивительно. На этом турнире все первые карты команды ВП проиграла. Поэтому ждем вторую, третью карту. Возможно, третью кто его знает. Ну, а пока наша аналитика обсудит, что вообще было на этой карте. Да, выводы о медведях действительно делать рано, судя по тем тенденциям, которые они нам демонстрируют на турнире. Но выводы по первой карте мы можем абсолютно точно сделать. И отмечаю справедливость слов Санты по поводу того, что Пугна доставит огромную головную боль команде Virtus.pro. Так и произошло. Вот, по сути, все последние драки я посмотрел. Этот вард, во-первых, сколько времени уделялось просто такой мелочи, казалось бы, как вард Пугны. Чуть мелочи. Ну, подумай. То есть есть пять персонажей, да, каждый из которых... И тут стоит шестой. Да, и это что-то вроде шестого персонажа, который просто вносит огромное количество урона. Последняя драка, там этот вард просто всю карту покрыл, и не знаю. А ну фрешер купил в итоге или нет? По-моему, не дособирал. А если бы купил? Если бы купил, это вообще забей, закрывать можно было бы. Инстахайлайт. Да, тяжелая карта для Virtus.pro, хотя все так неплохо начиналось, казалось бы. А потом бац, 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 бац. Уже поздняя драка, только всего приключилась к этому моменту времени. Ну, на самом деле, просто на этой стадии игры уже стало понятно, что у Virtus.pro не все в порядке. Мне кажется, здесь мы уже проиграли где-то к этому моменту. Здесь и у Спектри уже ролик есть, здесь уже и ходят, убивают, и вышки стоят, вот Т2 еще. Ну да, вот были проблески какие-то в виде подпуша, но вот здесь вот этот варк... Вот здесь, вот в этой драке, это была решающая драка, XM, смотрите, как он действует. Отошел от Black Hole, тихонечко стоит на рейнже, позиционочку держит. Бласт подошел, отошел, подошел, отошел, подошел, отошел. Просто филигранно. Мог бы сразу подойти, умереть за Black Hole и все. А он нанес просто миллиард урона. Прикинь, да, играет, сейвится, что-то выживает, вносит импакт, вообще потрясающе. Ой, ты говоришь, как будто это просто. На самом деле нет, он делает все очень круто. Что бы там, что бы там я ни говорил, нет, он достойный заменой Мэйви. Да нет, ну а что греха таить, на самом деле все LGD отыграли круто эту карту. Смотри, смотри, он в тебя не входит с драку, издалека, тым, 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 тым. Красиво. Да, и вот опять. Его защита у него действительно много героев, которые должны заходить в драку первыми, а перед ним от Виктория Урса и заканчивая даже Бангольером. Поэтому это как бы хорошо, наоборот, что он не заходит. Нет, ну я в том плане, что это круто, это скилл. Молодец, да, конечно. Давайте разберемся, Дим, тебя интересно услышать. Вот тебе очень нравится Рамзес, вот посмотри, где фармит Рамзес. Да, да, на карту обратить не можно. Посмотри, где находится его команда, посмотри, где он фармит. И где Вижену ВП стоит. Вот мне кажется, на этом моменте, вот я могу сказать, что вся игра проходила вот в таком уровне, что Вертуса бегали вот где-то вот, где бегал сейчас Рамзес, и исполнение, как будто они всю ночь квасили, потом… При пати. Да, при пати, потом, я не знаю, там, бегали, сворачивали круга вокруг стадиона, не спали. Вот мы увидели лицо Нуну, он просто был не выспавшийся, и мы увидели еще очень много ужасных замесов в исполнении Нуну, где он там умирал за пару секунд, и ВП, вот, они просто как будто всю ночь не спали. У меня такое впечатление сложилось. Я знаю, по-моему, больше такая впечатление, как будто, знаешь, не в форме, в плане того, что ты бы заболел или что-то такое. Ну да. Болезненный вид. Ну или так. Ну тут дважды прокнулся, он с Пангалерой, просто минус морфлинг. Да, Пангалеру, на самом деле, да, прокало все очень сегодня кстати. Просто я не знаю, насколько же должен болеть Рамзе, что вот он вот там вот сверху был один, когда его команда находится в районе СОТ-2. Вы по нему не скажете, что он нехорошо себя чувствует, он сидел радостно и на драфте, или там вдвоем сидят. Не, так и драфты хорошие, но вот проблемы немного с исполнением. Или множко даже, я не знаю. Не могу подобрать правильные. И Питер для всего этого, потому что, с одной стороны, они вроде все делают хорошо, а с другой стороны, в жизни делают все то же самое, в разы лучше. То есть, по-твоему, тролль, который фармит вот там, это хорошо. Морф, который врывается в толпу, первый и умирает за секунду. Нет, если так подходить, то у меня и к Роджеру вопрос. Паша, который прячется справа в думе, мол, я в домике, меня не видно, умирает за пару секунд, и в итоге умирает с ним вся его команда. Не знаю, я смотрел на эту игру, и просто вот ВП, делали все, возможно, чтобы проиграть. Приложили к этому максимуму силы. Слушай, ну, начало игры для них выдалось хорошим. То есть, Virtus.pro и преимуществом завладели, и все три линии выиграли, по сути. Римон, да это их фишка, ты не понимаешь? Да. Проиграть первый, во второй отдать все бараки. И с одним последним, а лучше с мега-крипами пойти к камбэке, как к американскому боевике. Ну, а третью за двадцать. Чтобы фанаты. Да, да, чтобы были долг. Так, давайте на секунду вернемся к Роджеру и его билду. Форест много раз к этому подходил, что было бы неплохо посмотреть, увидеть даггер, БКБ, вот это вот, агоним, таблинку и все прочее. Я вчера говорил про БКБ, и мне такие, да не, Димас, какой БКБ ныне? Загибаем пальцы. Таггер есть? Нет. БКБ есть? Нет. Линка есть? Нет. Там все очень навсего вард пугная, она кастует первую, вторую, третью, четвертую, от всего получает урон и просто погибает. И при том, что у него в рамках этой игры была возможность там чуть не сто процентов сделать тебе легкий способ дать Black Hole и точно составить героя. И просто улететь в каждую Ultimate Spectre и радоваться жизни. Но он решил этого не делать, он решил страдать, как и решили остальные члены команды Virtus.pro. Да, против пугны Пангалера маска практически на любом герое БКБ, на морфе БКБ не было. На тролле БКБ было, ну, плюс-минус поздновато. И просто очень сложно было драться. То же самое Морфлинг, он заезжает, было видно, в одной из драк, когда он за Сайланс умер, он заезжает и тратит манту просто, чтобы урон нанести врагам. Мне нравился Морфлинг, который заезжает полностью перекачанный в ловкость, бах, его нет. Да, Морфлинга действительно в паре моментов щелкали просто за секунду буквально. И Virtus.pro много индивидуальных ошибок допустили, хотя начали здорово, вопросов нет. То есть в один момент начался вот этот фестиваль принятия неправильных решений, который в итоге вытек в поражение. Но карта растянулась, и это в свою очередь подтверждает, что Virtus.pro действительно сначала преимуществом владели, и потом планомерно его раз за разом сливали в унитаз просто буквально. Я не знаю, меня немножко расстроил перформанс, но опять же на этом турнире это норма. У нас есть фирменная отмазка, первая карта. То есть отмазка это уже статистика? Да. Это не вау-вау, это вау. Один раз случайность, два раза это закономерность. Да, ну ладно, господа, первая карта закончилась. Будем надеяться, что Virtus.pro смогут реабилитироваться на второй. Перед тем, как мы уйдем на паузу, у нас есть великолепная возможность снова забузить Crystal May, который выходит с нами. А, это даже не Crystal, это...